Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители! Сегодня пятница, 17 февраля. Пятница – это замечательный день, кстати. Как нумеролог могу сказать, это день Венеры. А Венера – это красота. То есть красота у нас спасает мир. И сегодня мы будем говорить о вещах, связанных с красотой, и как мы будем вместе спасать мир. Только единственное, что хочу сделать небольшое отвлечение. У меня-то за окном еще рано, только 9.20 утра в городе Чикаго, и рекордная отметка для зимы. 1880 год, было 65 градусов в Чикаго. То есть это 100 лет тому назад, получается, почти 100 лет тому назад, что в переводе означает 17-18 градусов Цельсия посередине зимы. И вот мы находимся, будем точнее находиться на этой отметке. Сейчас еще пока где-то градусов 10 тепла, но мы будем там находиться где-то через несколько часов. И это будет продолжаться целых 6 дней. То есть идут какие-то вот аномальные процессы. Но, дорогие друзья, у нас сегодня на связи, вот на экране моего монитора, вы увидите, когда эта передача будет обработана, два психолога – Вероника Рудагина и Евгений Саяпин. Прошу, так сказать, любить и жаловать. И тема у нас сегодня очень увлекательная, но она как бы очень противоречивая, что ли. Мы сегодня поговорим об изменах. Правда, не о измене Родины, об этом и говорить не будем, но вот интересно мнение с точки зрения психологии и с точки зрения женщины как женщины, свое отношение к этому вопросу, обезличено. Вот к вам пришел человек, и вы с ним беседуете на консультацию. И Евгений Саяпин. Пожалуйста. Ну, как всегда, дамы вперед. Вероника, вам слово. Настоящий дельтмен, да? Да. Да. Я себя чувствую, как в поединке, что у меня, знаете, как в шахматном турнире, нажимаешь эту кнопку. Да, да, да. Хорошо. Я перерисовываю. Ну, в шахматном турнире, это единственное, что два психолога, это значит парапсихолог, да? Да, парапсихолог. Очень интересный момент, да. Парапсихолог у нас должен был быть как раз-таки в эфире, но, к сожалению, отменилась передача. Качество плохое. У нас хорошее качество. Я, в самом случае, вижу вас замечательно и слышу вас замечательно. Не знаю, как будет потом в обработке, но, по крайней мере, так. Вероника, к вам пришла... Ну, обычно на консультации ходят женщины. Мужчины почему-то не ходят. К мужчинам приходят... По-разному. А? Правда? По-разному бывает. По-разному бывает. Ну, хорошо. К вам пришла женщина с жалобами на этого козла, который ведет себя как козел и вот направо и налево так гуляет. Что с ним делать? Ну, если она пришла ко мне за рекомендацией, что с ним делать, я, кажется, такую рекомендацию взять не возьмусь, да, на себя. Да, это должно быть, да. Ну, пожалуйста, будем разбираться. Почему так? То означает измена для этого человека, да, вот именно для этого. Пара очень по-разному устроена, да, бывает, что гостевые браки, да, разные. И каждый, как в открытом случае, он индивидуален. Если измена, это вот нарушение каких-то обязательств именно в этой паре, которая одному из партнеров приносит какую-то непереносимую боль, как психолог, я, конечно, тогда возьмусь работать, так, как мы говорим, в этом случае. Так что я, наверное, не дам никакой рекомендации. Я не могу сказать, бедите этих отношений, хотя иногда, если честно, по-человечески хочется. Так бывает. Но отношения, да, это вот некое решение, которое должно появиться внутри. Для некоторых людей измена бывает, как ни странно, таким цементом, она как бы скрепляет отношения, люди проходят через нее, как через такой непростой этап, и делают отношения ближе. Для некоторых измена – это несоблюдение очень небольших обязательств, да. Люди не могут дальше удержаться вместе. Хорошо. Последний вопрос к вам, Вероника, а потом мы перейдем с точки зрения Евгения Саяпина. Как вы считаете, в чем лежит причина измены? Уходят к или уходят от? Уходят и к, и от. Ну, если все-таки... Как-то не уходят. По-разному уходят. Ну, правильно, по-разному уходят, но обычно, как-то вот в литературе объясняют, опять же, с точки зрения психологии, объясняют, не уходят к, уходят от. То есть, что-то не устраивает, ну, причин много, естественно, не устраивает, там, не сошлись характером, знаете, как. Или не устраивает она меня, как женщина, мужчина, да, обычно это так, в большей части уходят, правильно? Так, все-таки, как вы считаете, с точки зрения психологии, как это объясняет психология? Ну, взять вот, очень еще верный вопрос, про то, что вот, про кого мы сейчас говорим, да? Про того, кто ушел, или тот, от кого ушли, да? И это совершенно, как будто, да, разные позиции. Да. Потому что тот, от кого ушли, на мой взгляд, очень важно помочь человеку восстановить уважение к себе. Наверное, самое важное, что можно сделать, да, перед тем, когда, вот, собственно, пускаться в исследование этих отношений. Это почувствовать некую внутреннюю достоинство и равновесие, потому что измена, это, конечно, очень серьезная проверка в реальности, да, на нашу ценность для партнера. А тот, кто ушел, да, то же, да, нечто другое. Ну, если как-то, вот, брать такие аналитические корни, да, а почему такое расщепление, а почему в одном человеке, да, нельзя удержать вот несколько таких ролей, ожиданий, да, от жизни, от женщины или, там, от мужчины рядом, да? Почему им приходится распределять на несколько партнеров, да, здесь дом у меня одно то, там, с любого не всегда у меня нечто другое, и вот, когда я так это распределяю, да, тогда я могу с этим как-то так взаимодействовать. А если это все в одном человеке, то это кому-то непереносимое, да, напряжение. Вот, пожалуй, если бы я была на приеме, да, вот, как бы меня и спросили, да, ко мне бы пришел человек, вот, если бы от, то, пожалуй, да, мне бы вот волновало, да, как он чувствует себя сейчас. И на, не разрушается ли там внутри, и как можно помочь ему восстановиться, восстановить уважение к себе. А если бы к, ну, вот последний, да, что я сказал. Ну, понятно. Точка зрения, понятно. Вопрос, ответ понятен. Евгений, давайте перейдем к вам. Как вы, ну, вы слышали вопросы, давайте вот первый вопрос, да, вот это вот измены. Ну, давайте. Как мужчина, могу сказать, если ваш мужик начал гулять, то, в принципе, он будет это делать до конца своей жизни. То есть, горбатого исправили только могила. И, по большому счету, это у нас в генетике заложено. Ходить, распылять и всем раздавать свое семя. Теперь к вопросу, к или от. Вот, вот недавно у меня была женщина пришла, плакала, 45 лет. У меня, говорит, мужик может ушел, муж. Ну, начали с ней разговаривать, я говорю, ну, не так же убивайтесь. Да самое страшное, что он ушел не к другой женщине, а к мужику. Вот это, да? Интересно, вот сегодня такие. То есть, до 45 лет мужчина жил-жил-жил, а потом, бам, у него что-то внутри поменялось. А поменялось, в принципе, отношение к своему женскому началу. То есть, то, что он не получает дома, ласку, тепло, да, он пошел опять противоположно к другому мужику, который, в принципе, излучает из себя женскую энергию. Я вам расскажу сейчас более интересный случай. В прошлом году у меня в больнице, я консультировал мужчину. Диагноз у него был мочекаменная болезнь. Ну, ему 45 лет, мы с ним разговариваем. Естественно, я там анализирую его половую жизнь, спрашиваю, как у него там дела. Он говорит, да жена говорит, дерево деревом, но зато у меня есть любовница. Такая классная, единственная отушина, говорит, в моей жизни. Но проблема одна. Она меня все время заставляет жениться на ней. Но я как-то все-таки держусь и, в принципе, увиливаю от этого. Я говорю, а жена-то хоть догадывается о ваших похождениях, чтобы приносить чужую энергию на себе, там, запахи другие, телодвижения другие. Да нет, она говорит, у меня дура-дура, и говорит, ничего не понимает, дома сидит и не возникает особо. Проходит полгода. В гинекологии я начинаю консультировать женщину, причем запомнил очень такая у него запоминающаяся фамилия. Ну, естественно, я не произношу, да? Я спрашиваю, а она с диагнозом лежала у нас кистообразование. Я ее спрашиваю, а ваш муж у нас лежал? Да, говорит, лежал. Ну, тоже с ней начинаем разговаривать, как там дела у нее, как половая жизнь. Да, говорит, если бы не любовник, говорит, я бы и, в принципе, хоть вешусь от такой жизни. Я говорю, а муж-то знает? Ой, да муж говорит такой толстокожий, ну, в смысле толстокожий, дурак дураком говорит. Сидит только дома, ничего не знает, ничего не понимает. Так вот, уважаемые господа, психолог, как западный вас, Майкл, да, представил, и как вы, Майкл, психолог восточного направления, вопрос, а что это такое? Беспринципность? Или два идиота друг друга притянули в свое поле? Или это карма? Вот они изменяют друг друга и, в принципе, находятся в неведении. Поэтому вопрос, кто кого имеет? Мы мужчины женщин или женщины имеют мужчин? Потому что до работы в больнице я думал, что вот мы, мужчины, такие сволочи, изменяем женщинам. Но работая в больнице, 95% женщин изменяет мужчинам. А потому что, получается, если ты изменяешь с чьей-то женой, ведь рядом где-то сидит обманутый муж. Как вот на это посмотреть? Это у вас вопрос? Конечно, и рассуждение философское. Или это просто, так сказать, риторический вопрос? Нет, это прямой вопрос к вам, как психологу, именно восточного направления. То есть, бумеранг вернулся ко мне. Бумеранг вернулся ко мне. Мы же как говорим, что есть западная психология и восточная психология, я правильно понял? Есть, да, без сомнения, есть. Ну, давайте я немножко отвлекусь, может быть, от самого, может быть, вопроса. Вот вы слыхали о том, что, скажем, первый мужчина у женщины накладывает отпечаток на всю оставшуюся жизнь? Это первый мужчина, можно спросить? Первый мужчина? Первый мужчина тот, который был в ее личной жизни, который, ну, как мужчина, ну, мужчина и женщина как мужчина. Так вот психология... Половой партнер. Половой партнер. А, ну, так и говорят. Да, так и говорят. Ты присоединилась, что все-таки, наверное, отец, и ты первая мужская. Конечно, конечно. Такой образ, который девушка имеет. Конечно, да. Ну, то есть, первый ребенка на руки дает вот эту энергию. И получается, когда у девочки или у мальчика нет вот этой мужской энергии, в принципе, жизнь идет на смарку, потому что мы все родом из детства. И, в принципе, вот эти все измены получаются, то ты изменяешь не человеку, а изменяешь своим установкам. Потому что есть в детстве, да, какие-то принципы, какие-то слова, мама, папа тебе говорит. И когда ты начинаешь изменять, ты изменяешь своим мыслям. Поэтому страшно не то, что ты человеку изменяешь, а страшно, что ты своему внутреннему я, своей душе изменяешь. Это более глубокие процессы. Знаете, проще, наверное, действительно Родину, Родине изменить, чем самому себе. Я прав, Вероника? Ну, мне кажется, что изменить Родину, это тоже отчасти себе, потому что, мне кажется, Родина, это очень внутреннее понятие, да, все равно. Ну, как же ты вырос, да, чему ты принадлежишь. Да, я бы, вы сами согласны в том, что самое мучительное здесь чувство, это вот это некое нарушение внутри, да? Конечно, конечно. Такое, как бы, самоидентификация вообще элементарная, кто я, чему я принадлежу, да, как бы, что там происходит, и чем встать моя жизнь. И получается, что действительно есть жертва и охотник, почему вот притягивают, вот пример, да, я привел, почему именно вот мужчина притянул такую женщину? Это случайность или действительно кармическая какая-то отработка? Майкл, наверное, больше к вам этот вопрос по карме. Я попытался, правда, я вам задал вопрос, вы согласны с тем, что первый половой контакт для женщины остается на всю жизнь, и этот мужчина, первый ее мужчина, она его пронесет, образ его через всю жизнь, и вряд ли он забывается. Это, вы с этим согласны или не согласны? Согласны, равно как и для мужчины, первая женщина всегда будет идти в его жизни. Да, в большей степени все-таки для женщины, с точки зрения восточной философии, восточной системы, женщина это луна, мужчина это солнце. Солнце это победитель, завоеватель, и он опекает. А вот женщина, еще раз повторяю, в восточной системе, мы с Вероникой вели программы по поводу гендерного признака и феминизации, это сейчас. Но когда-то было по-другому, все было по-другому. Я имею в виду не в этом обозримом будущем истории, о которой нам известно из книжек. Я имею в виду о том, что нам из книжек неизвестно, это была до того история. Так вот, в общем-то, приведу пример. Был такой человек, американец, его звали Эдгар Кейси, наверняка вы слышали о нем. Спящий пророк, да? Да, его называли спящим пророком. Он отличался просто высочайшей точностью своих прогнозов. Почему он обладал способностью, вот там наверху есть такой слой, который называется акаши. Акаши на санскрите это слой эфира. Не тот эфир, который там нюхает и так далее. Нет, эфир это тонкая энергия. И вот там находится сверху, вот где-то там в пространстве, находится поле информации, и где лежат все наши, скажем, прошлые и будущие жизни. Мы сейчас входим на территорию, которую, скажем так, наука не любит. Она это не описывает, это что-то непонятное для науки. Но вот когда к нему пришла, там очень интересная вещь, описывается, кстати, она на русском языке переведена. Пришла женщина, ну, со своим вопросом, она больна. У нее был вопрос по гинекологии. Он начал смотреть вот это все вот там, в этом акаши. И он начал ей объяснять, от чего это все прошло. То есть то, что вы говорите, род, это без сомнения. И поэтому очень и очень опасно, скажем, родителям не иметь контакта с детьми. Особенно отец и девочка, отец и дочь. Особенно. Потому что, ну, потому что вот потом будут вот такие вот все вещи. Это сказано в восточной литературе. Это и сейчас западная литература об этом тоже, она с этим соглашается. Так вот, возвращаясь к той женщине, которая к нему пришла, он ей сказал все ее жизни, кем она была, что она была. И, короче говоря, в основе всего это лежит карма. Вот всего лишь карма. Род, это понятно. Это все материальные какие-то вещи, которые не берет в расчет. Вот для человека, который будет слушать нас, и который не знаком вообще ни с какими концепциями восточными, западными, ведическое, неведическое, он будет слышать. И для него род это родители. Вот, это бабушки с дедушкой максимум. Дальше уже, как быть, память уже уходит. Ну вот, так Восток говорит о том, что без сомнения это карма. Других вариантов нет. И есть причины. И те люди, которые нам встречаются на своем пути, это люди, с которыми мы когда-то встречались. В прошлом, в далеком прошлом, в прошлых наших жизнях. И есть причина. Просто, еще раз, надо с этими разбираться. С этими вопросами надо разбираться. Вот я вижу, Вероника очень внимательно слушает, но я полагаю, она имеет свою точку зрения. И с точки зрения, которое я в какой-то степени пытаюсь рассказать, она не согласна, как вы считаете, или вы согласны. Это не карма. Я просто подумала, что с точки зрения среднестатистического человека, да, сложно иногда размышлять о своей жизни, а с точки зрения какого-то кармического решения, иногда это достаточно обидно, да, когда ты понимаешь, что твоя жизнь неплохо сложена, и вдруг нечто происходит, например, там, из Бенвера возлюбленного, да. И вот размышлять, что ты как-то, вот, где-то, да, провинился настолько, что сейчас решаешь, да, вот, там, задачи предку, или прошлых жизней, и, наверное, в этот прям момент непросто, да, хочется, ну, как-то, знаете, опору в чем-то другом. Я, там, про карму мне сложно сказать, я понимаю, что, например, похожая, наверное, отчасти на слово карма, слово судьба, наша отечественная, да, то судьба, собственно говоря, вот этот, ну, как бы, Божий суд, который вот там творится в данный момент непосредственно в твоей жизни. Наверное, вот так я воспринимаю, да, для себя это понятие, что некие наши поступки, чувства, устремления, они вот, как бы, разрешаются в нашей жизненной ситуации тем или другим образом. Иногда он нам не нравится совершенно, да, вот там, то, что происходит, да, хотя отчасти это принадлежит нам, нашим когда-то пожеланиям, действиям, как мы обращаемся с другими людьми, что мы планируем сделать с нашей жизнью. Но, ну, пожалуй, вот так я, да, понимаю слово карма. Карма, как измена, вот как психологу мне это не очень близко. Мне скорее близко такое, как бы, не знаю, казуальное, да, событийное, вот то, что происходит с человеком, что это эмоциональное, что сложно, может быть, пережить, что это происходит между двумя людьми, что это правда про какие-то, такой вот, измены себе, да, измены предательства где-то рядом, да, предательство это уже такое более, да, наверное, глубокое, да, некий следующий шаг. Я хочу сказать, что вот единственное, что, как бы, решение, наверное, что треугольник это самая устойчивая фигура, да, ну, как бы, треугольник будет стоять достаточно хорошо на своих основаниях, и поэтому часто, вот, как Евгению сказали, что вот если начал человек изменять, да, то, наверное, это уже не остановить, да, что это фигура, в которой можно, да, очень долго просуществовать и балансировать, и как ее не переверни, она все время находит опору. Поэтому часто, что в браке, когда появляется или любовник, или любовница, то это достаточно устойчивая ситуация, может длиться долго, просто может человек меняться, она, вот, как противовес чему-то, что не решается с партнером, всегда будет находиться. Я читаю, вот, на компьютере у нас есть скайп, на который люди пишут, это Сангейтс 1 08, вот такой вопрос. Часто психологи рекомендуют людям, которые к ним приходят на консультацию, с жалобами на измену супруга одного, они рекомендуют, так и вы делаете то же самое. Если он или она, вот такие вот гады и скоты, и так далее, ну так отплатите той же монетой. Как вы к этому относитесь? Евгений. Ну это самый простой вариант. Здесь другой, более глубокий. Почему человек изменяет? Ведь когда человек не находит какого-то выхода, и именно измена это самое болезненное. То есть когда человек не может договориться со своим партнером, мужчиной, женщиной или женщиной с мужчиной, он идет на самый простой вариант, изменить. Только другой вопрос, что после этой измены не все этот энергетический удар держат на себе. Ведь масса мужиков попадается после первого раза и раскалывается, в кавычках до слова. Я вот консультировал палату, шесть человек, женщин, пятеро четко мне сказали, почему они изменяют мужьям. Ну потому что там неудовлетворенные секси, потому что денег мало зарабатывают, потому что там первая влюбленность. Ну в общем, масса вариантов. Но мне понравился шестой вариант, девушка сказала. Да просто так. Вот это самое страшное, когда женщина говорит, да просто так. Вот изменить как в туалет сходить. И опять это же природа все из детства стоит. Вот представляете, ребенок растет, девочка, мальчик, и он видит, как отношения между родителями складываются. Помнит, не помнит, но психика все равно впитывает в себя как губка. Вот эти детские переживания, детские воспоминания. И если отец изменяет маме, то мальчик точно так же, в благородственном периоде будет делать. Равно как и девочка. И еще парадокс. Знаете, вот я тоже исследовал в своей работе, допустим, женщина воспитывает мальчика, и отец уходит. И мальчик говорит, вот я вырасту, я никогда не брошу свою семью, потому что отец изменил, я не буду такой, как отец. Проходит время, и он точно так же бросает свою беременную жену с ребенком и уходит. Но там очень четко его психика срабатывает. Говорит, доктор, ну раз меня отец бросил, и мать меня вырастила, значит я тоже бросаю, и моя жена точно так же вырастет ребенка моего сына, как и меня вырастили. Вот с этой игрой психики вот это очень интересно, потому что сколько людей, столько судеб, и у всех разное. Но вот измена, вот с моей точки зрения, по большому счету это сделать человеку больно. То есть это уже, что называется, последний, самый, ну, примитивный козырь в колоде карты человека. Понятно. А это как месть, да, несколько? Я думаю, да, потому что, ну, а смысл, понимаете, вот у меня никогда на консультациях не было ни женщин, ни мужчин, которые сидели, вот как Майкл задал вопрос, или там уважаемые слушатели, давай на плохое сделай плохое. Ну здесь же опять вспоминая слова Иисуса Христа, да, в Евангелии, если тебя ударили по лево щеке, подставь правду. И получается, это у тебя на силу подъездить не значит, что надо лежать и расслабляться. На физическом плане, да, надо бить и защищаться. Но на тонком плане, если тебе сделали гадость, не посылай тоже гадость. Почему? Потому что в пространстве эта энергия собирается и накрывает обоих. Кто сделал гадость и, соответственно, кому сделали гадость. Вот это самое страшное. И к сожалению, наверное, я только вот недавно к своему возрасту подошел, понимая это. Потому что самое простое было, тебе в лоб дают, и ты ответная. Сдачу кидаешь. А почему, простите, ну, заканчивайте, я хотел сдать просто вопрос. А вы знаете, ты потом от этого больше и страдаешь. То есть ты физически победил человека, да, ты там, допустим, унизил женщину, отомстил, изменил, но это тебя внутри разрушает. Если бы знали вот эти тонкие ходы-выходы, люди бы так не поступали. А еще очень тонкий момент, когда ты изменяешь человеку и кажется, что ты в шоколаде, да, и все нормально. Но это же все снится. А вот как со снами быть, да, и когда ты просыпаешься весь в холодном поту или кошмары снятся, это ты уже не можешь регулировать своей жизнью. Ну и плюс бизнес, соответственно, идет не в гору, а с горы. Ну, это понятно, да. А вопрос, вы упомянули о том, что знаменитое изречение, записанное в Библии, ударили по праву, по стоплеву. А что это означает? Что означает? С вашей точки зрения. Когда на энергетическом плане тебе делают больно, посылают гадость... Почему надо подставлять другую щеку, объясните? А щеку это на физическом плане. То есть, если тебя ударили по щеке физически, да, кулаком, то да, надо защищаться. Потому что получается, если ты не защищаешься, тебя просто физиологически убьют. Это ваше мнение, простите. Это мое мнение, да, которое я пришел, работая психологом. Вы согласны, Вероника? А? Я спрашиваю, Вероники, вы согласны с этим? С точки зрения психологии. Мы рассматриваем, вы сейчас психологи, дорогие. Да? Вы знаете, мне интересно, что я присоединюсь, пожалуй, в том, что не всегда... Во-первых, изменить в ответ на измену, это не всегда бывает решением, которое именно тебя удовлетворит. Если это сделать твой партнер, совсем не факт, что для тебя это будет рецепт, в котором ты как-то восполнишься. И то, что зачастую, ну, наверное, может быть, да, действительно, вот по мере опыта, как мы его приобретаем, не просто фактическо, эмоционально, но это уже, ну, мы приходим к тому, что часто бывает, что победа не есть решение для ситуации. Триумф некий, да, вот там, не знаю, на нашем месте возмущения и так далее, да, что это не есть решение, что иногда решение – это просто некий процесс, в котором мы проживаем, да, с другим человеком. Поэтому для меня вот про щеку есть такой буддистский тоже принцип, мне кажется, что они очень совпадают деяние через недеяние, да. То есть когда я, да, действительно что-то сделаю, я остаюсь с человеком в контакте, но возможно, да, что я не отвечаю и ему именно на тот негатив, да, который он мне отправил. То есть я не, ну, это не то, что была кузалка, да, но вот как деяние через недеяние, мне кажется, очень верно, да, то есть мое действие – то, что я не отвечаю так же. Это и есть действие, да, по сути. Неизвестность иногда бывает гораздо хуже, чем карты открытые. Вот, вот смотрите, друзья, вот я, допустим, вот слушаю, да, вы так, я занимаюсь психологией для себя уже очень много лет, десятилетия, я бы так сказал, и поэтому, да, я бываю, я имею образование там и там, и тут, и на Востоке, и я изучаю психологию, философию и там эзотерические какие-то науки там. Значит, у меня, вот слушая вас, у меня больше всего возникает вопрос, совсем не это, а у меня возникает вопрос, почему именно ко мне совершено это действие, а вы на него пока не отвечаете, почему конкретно ко мне? Нет, вы не отвечаете на него. А вы не задавали конкретно такой вопрос? Правильно, я его не задавал, но вот когда я это рассуждаю, я лично задумываюсь, почему происходит, что ко мне это, кто в этом виноват? Ко мне совершили, значит, смотрите, очень и очень, и очень многие будут не согласны лично со мной. Я это объясняю, вот тот самый изречение, библейское изречение, я лично объясняю это по-другому, я это объясняю вот как. Почему надо поставить другую щеку? А потому что я виноват? Только поэтому. Вопрос другой, как, что и почему. Вопрос другой, как мне надо себя вести? Пока, на сегодняшний момент, то есть, идет человек по улице, к нему подбегает какой-то там придурок, бьет ему в торец и так далее. Почему он подбегает и бьет именно этого? А где-то через 20 метров идет другой человек. Почему именно его вопрос? Потому что он жертва, он позволяет. Нет. Это стоит рота солдат, да? Нет. И командир ходит и причитает. Ну что ж такое? Вот в другой роте умные солдаты, а у меня одни дебилы. И голос из роты. Умных, так говорит, послали к умному, а дебилов к тобе. Так и здесь подобное притягивает подобное. Если человек, в принципе, готов внутри изменить, он всегда притянет к себе аналогичного человека. Понимаете? Это энергетические законы, которые ты не пощупаешь, не потрогаешь, не обманешь. И получается вот к вопросу, да, вы спрашиваете, почему именно меня касается это, сия чаша? Да потому что то, что мы отвергаем, есть внутри нас. Если вы говорите, что вы любите людей, это не значит, что это так есть. Одно дело говорить, а другое дело чувствовать и жить в этом состоянии. Поэтому в наш век мысли и слова во многом расходятся. И получается, когда ты начинаешь, допустим, консультировать человека в больнице и говоришь, что обратите внимание, у вас там почки болят, вы чересчур психоэмоциональные. И есть люди, которые это все принимают информацию, а есть, которые сильно начинают возбуждаться. Так вот, надо работать именно с теми, которые начинают возбуждаться. Потому что, получается, ты начинаешь дергать за те ниточки, которые действительно у человека есть, которому больно. И с вопросом с изменой тоже. Изменяют не всем и изменяют не все. Но именно измена является кризисом для человека. А именно в кризисе человек начинает как-то шевелиться, двигаться. Либо он будет думать, что надо в своей жизни что-то менять. Либо его будет постоянно иметь во все дыхательные и пихательные. Вот, смотрите, мы с вами, во-первых, мы не противопоставляем одну точку зрения другой, правильно? Потому что иначе это будет ударили по правой, и мы начинаем постоянно противоборствовать друг другу, начинаем аргументировать. Нет, мы делимся точками зрения. Давайте я вам расскажу. Это точка зрения западной, в том числе западного образа жизни, западного человека и западной психологии. А вот давайте я вам расскажу притчу, и тут надо будет ответить на вопрос в конце этой притчи. Это ведическая притча, которая на самом деле это была правда. Надо ответить на вопрос. Я вас не буду мучить с ответом на вопрос, а вы подумайте, потому что вот я это расскажу, и мы потом завершим. Просто подумайте, и мы поговорим в другой раз об этом. Притча такова, я когда-то ее рассказывал, но не в этих программах, не с психологами. Было время на земле, когда на всей земле жило ведическое общество. Веда от слова знать, это не имеет никакого отношения к индуизму, к религии и так далее. То есть люди, которые полностью знали, что они духовные существа. Они не только физические, материальные тела, они еще и духовные существа. И вот этим, на той определенной территории, это было много тысяч лет назад, был ведический царь. Не буду называть его имя. И вот он объезжал свои владения, он это любил делать, прогуливался, скажем так. И вот он на коне прогуливается и выехал на поляну. И он видит такую картину. Значит, на поляне находится бык, корова, и какой-то человек рядом стоит в черном с дубиной. У быка и у коровы перебиты ноги, а с дубиной у этого человека в черном капает кровь. Никого вокруг нет. То есть нет никаких сомнений о том, что это сделал этот человек. Но поскольку в ведическом обществе быки и коровы это священные животные, есть на это причины, то тот человек, который совершил вот такое действие, заслуживает мгновенной смерти. И он уже поднял меч, чтобы отрубить ему голову. Царь. Но поскольку он был очень и очень справедливый, допускал любые варианты, он решил задать вопрос. Он задает вопрос. Тогда люди умели общаться с животными на другом уровне. Он задает вопрос. А это этот человек совершил вот такое вот преступление? Он спрашивает у быка. А быкс посмотрел на него и говорит. Тот человек, который указывает рукой на преступника, сам является преступником. Вот, вы знаете, думал я, думал я, думал я. И я не думаю, что я ответил. Наверное, все-таки кто-то мне помог ответить на этот вопрос, это было давно. Это было очень давно. Но потом, анализируя и читая разную литературу, в том числе ту литературу, я понял, о чем идет речь. Сейчас я не буду говорить, как это трактуется вот в этой ведической притче и как это объясняется. Но, тем не менее, вот вы подумайте. И потом, может быть, мы на эту тему еще раз побеседуем в другой передаче. Но давайте мы на этом, да, значит, вот именно этот вопрос закончим. То есть, могу сразу сказать, это имеет отношение к карме. Но западный мир, к сожалению, не воспринимает такое непонятное понятие, татология, как карма. То есть, что такое карма? Ну, никак не объяснимо. А нужно и материально. Это же нельзя объяснить с точки зрения материи все это дело. Скажите, вот, с точки зрения, еще раз повторяю, Вероника, вы, с моей точки зрения, не знаю, вы не отреагировали то, что вот Евгений говорит по поводу того, что род, что человек, который, будь то мужчина, будь то женщина, изменяет своему супругу, супруге, это заложено где-то вот в прошлом. Как, вы с этим согласны вообще или нет? Нет? Я такого не говорил, Михаил. Как вы не говорили? Вы говорили о том, что родители... Воспитание, но не вроде. Ну, а воспитание... Воспитание, это разные вещи. Ну, хорошо, не вроде, я имел в виду этот аспект, да, воспитание, да, родителей, там, бабушек. Да. Я это имел в виду. Не вроде то, что там где-то кто-то изменял, поэтому я буду. Не-не-не, я не это имел в виду. Я, возможно, я прошу прощения, я, возможно, неправильно выразился, я это именно имел в виду. Ваша точка зрения такая же? Ну, мне кажется, во-первых, что мы все родом из детства, и я думаю, что да, вот то, что мы в детстве проживаем, оно, собственно говоря, имеет отпечаток на всю нашу жизнь. Мы потом сталкиваемся, да, с этими событиями через всех или других людей, продолжаем себе отвечать на эти вопросы, да, на самом деле, вопросы нашего принципа внутреннего какого-то, что для нас есть и змея, ну да, и так далее. А потом, мне кажется, вот то, что вы говорите про карма, ну почему, мне кажется, что то, что вот вы назвали западной психологией, ну вот она в таком виде на эти вопросы отвечает, может быть, действительно там какой-то родовой истории, ген-социограммы, что называется, да, когда мы заглядываем вовнутрь, ну, как бы, семьи одной-второй и смотрим, как складывались эти связи, что мы оттуда взяли, это же тоже, в общем-то, кармическая история, да, если говорить другим языком. Поэтому, мне кажется, что вот это такие культуры настолько уже проникли друг в друга, да, может быть, это называется по-разному, но вот эти причинно-следственные связи всё равно человек как-то вот интуитивно, что ли, угадывает в жизни или пытается. Ну хорошо, тогда последний вопрос к вам обоим. Всё-таки, какой вы дадите совет конкретно женщине и конкретно мужчине? Вот пришла к вам женщина с этим вопросом, пришёл к вам мужчина, что бы вы посоветовали как психолог, не как мужчина, не как женщина? Что бы вы посоветовали? Евгений, давайте начнём с вас. Ну, во-первых, думайте, с кем изменяете, кому изменяете и для чего изменяете. То есть включайте мозги. Это первый момент. Второе. Если даже вы и изменяете, то делайте это осознанно. Осознанно здесь следующее – хочу отомстить жене, хочу просто получить адреналин на свою пятую точку, хочу просто так сходить. Не просто пошёл, да, просто слил, а именно для чего. По крайней мере, даже если это будет неправильный твой ответ, но если он осознанный, ты всегда будешь знать, что это твоя ошибка, которая исправляется. А когда ты делаешь вот эти зарубки в одной женщине, второй, десятая, тридцатая, там, да, ведь это получается, что мы оставляем часть себя, часть семени, часть энергии. Поэтому многие мужики-то меньше и живут из-за этого, что мы отдаём это всё налево-направо, не забирая взамен ничего. Конечно, вот сейчас Вероника может возразить, ну как это так, мужчина всё равно получает удовольствие, правильно? Но в энергетической, да, но в энергетической связке получается, что мужчина – вы женщине, и он ей отдаёт. Это не значит, что там, ну вот есть презервативы, да, именно энергетические, он отдаёт и получает оргазм гораздо быстрее, чем женщина. Женщина может после этого там ещё какое-то время жить вот этими воспоминаниями этой энергии. А у нас же что получается? Вот мгновенный оргазм и пустота. И мы начинаем думать, так, значит, это не та женщина, идём к другой, к следующей. Если у тебя с этой не получилось, идёшь к следующей. И таких одноков, знаете, вот в отделении урологии у нас каждый второй. И получается, что это зависимость. Ты начинаешь опять зависеть от своих мыслей, что ты пойдёшь к одной женщине, не получается, со второй у тебя получится. Вот этот кругооборот. А вот как выйти из этого кругооборота? Просто надо один раз сесть и проанализировать. Один вопрос, такой глобальный, да, и самый простой. Мужик, а нахрена тебе всё это надо? Вы, с моей точки зрения, сейчас опять проанализировали ситуацию, как что, как мужчина получает, как там. А вы не ответили на вопрос, что бы вы посоветовали? Чтобы я посоветовал включать мозги. И всё? Ну, окей, это ваш вопрос. То есть, ответ. Это ваш ответ как женщине, так и мужчине, правильно? Совершенно верно. А женщина от мужчины отличается способностью только вынашивать и рожать ребёнка в груди, если убрать по словарю. Поэтому, понимаете, мы не лезем в психологию, да, почему опять мужчина изменяет, почему женщина. И, соответственно, цели у всех разные. Сегодня женщина старается подчинить под себя мужика, мужика семенить и бежать дальше. Это разные опять цели. Понятно. Цель активации, измен у всех разная. Понятно. Если это мщение, то тогда включайте мозги и думайте, чем тебе это обратно всё вернётся. Вероника, как вы считаете? Во-первых, вы согласны? Во-вторых, ответьте на тот же самый вопрос. Что бы вы посоветовали? Я согласна. Есть прекрасные слова у Юнга, что то, что мы не осознаём, становится нашей судьбой. То есть, то, что мы не интегрируем в себя, не принимаем, не видим, не хотим об этом размышлять, с нами происходит. Чтобы я посоветовала, я бы, конечно, посоветовала тоже начать осознавать, что со мной происходит, зачем это происходит, хочу ли я, чтобы это со мной происходило, очень важный тоже вопрос. И, наверное, с точки зрения, если тот, который уходит, наверное, я бы с ним порекомендовала, попробовала с ним работать, про то, что это за чувство, когда я изменяю, потому что я изменяю и себе тоже, выбранному партнёру, каким-то своим ожиданиям с ним связанными. Я бы говорила про измену и себе в том числе. И как с этим жить там внутри, и что это за чувства, как я их перевариваю, а потом уже на какие поступки они меня толкают. Наверное, такое у меня было абсолютно. Ну, я имел в виду клиент, который к вам пришёл, как жертва. То есть по отношению к этой жертве, к нему или к ней, совершается вот такое действие. Не тот пришёл и задаёт вопрос, который, вот я хочу от неё уйти и так далее. Знаете, я ещё хочу сказать, что с другой стороны, мы же, ну, как бы, нет шанса тоже, да, мы не стремимся всех к совершенству, мы не можем прожить совершенную жизнь, да, мы люди, мы совершаем ошибки, мы проживаем разное, и, наверное, не только измены, что с нами только не происходит. И это очень важно, да, иметь такую человеческую часть, да, разрешать себе ошибаться, через что-то проходить и делать это человеческим опытом, да, опытом нашей жизни. Поэтому человеку, который, ну, вот, мучим этим, ну, первое, конечно, чтобы я рекомендовала, я к этому вернусь, я бы ему рекомендовала начать восстанавливать вот это уважение к себе, начать ощущать эту ценность, да, вот, искать, где она в этой ситуации, потому что я думаю, что вот чувство собственного достоинства очень сильно страдает, да, а потом уже, да, вот, ну, рассматривать, собственно говоря, зачем я в этой ситуации и что я хочу с ней сделать. И это уже будет индивидуальное решение, да, согласитесь, по отношению, там, к одной конкретной взятой жизни. Да, Евгений. Макл, здесь, конечно, вы утрированно наставите вопрос, вот, что посоветовать, да, ну, задача психолога не советовать, а показать, чтобы он сам к этому пришел. Вот, у меня много женщин есть, вот, приходят с таким запросом, доктор, что делать? Муж пошел налево. Первые две-три консультации сидит, плачет вовсю, я говорю, поверьте, пройдет какое-то время, запрос будет другой. Действительно, на пятую консультацию приходят и говорят, доктор, а как сделать, чтобы этот пассажир ушел от меня, и как от него избавиться? Вот, я думал, сначала это единичные случаи, но когда человек начинает проживать с психологом, проговаривать это, и вот эти советы, что пойди сама измени, ну, это, ну, детский сад, да, песочница. Но когда человек начинает осознавать, почему именно ей изменили, и что в ней не так, а она в это время начинает меняться, а партнер стоит на том же уровне, об этом все психологи великие говорят, если один развивается, а второй стоит, то обязательно регресс будет, второй отвалится сам. И вот семейной паре, когда приходит, ну, как правило, женщина говорит о том, что ей изменяют, она со временем уходит от этого мужчины. Мужчина потом начинает сопли пускать, обратно меня забери, прости, я больше не буду, ну, вот, как правило, вот эта грань, эта грань у всех разная. У кого-то на первой консультации, у кого-то на десятой. Ну, практически, измена, понимаете, вот, я не видел людей, которые говорят, все, я прощу, и давай начнем по-новому. Все равно вот это зараза, слово измена, в какой-то ненужный момент из внутреннего твоего подвала все равно будет лезть и напоминать о себе. Вот так человек устроен, к сожалению. Ну, хорошо. Я понимаю, что это очень оптимистично, в кавычках, да, но я реактивный практик. Я на самом деле, как бы, ждал ответа, и я дождался. То есть я с вами, я лично с вами сто процентов согласен в той части, что то, что кто-то делает, это дело того, кого-то, кто это делает. Это его, будем так говорить, карма. А наша карма, это наша карма, и которая отвечает на вопрос, почему к нам это все происходит, почему у нас это происходит. Не у соседа, у соседа все в порядке, а вот у нас происходит. Ведь смотрите, Евгений, вы же правильно сказали, то есть, допустим, он ушел от нее, но пришел к кому-то, а у той, к кому он пришел, тоже есть кто-то. И вот так, к кому он пришел, считаешь, что он просто, просто бог и царь. Он совершенно замечательный. А так, от кого он ушел, считаешь, что он просто... Можно я расскажу вот очень показательный случай, я его как раз у себя в группе на фейсбуке разбирал. И вот представьте, встречаются две семьи, молодые, 35 лет, муж, жена и муж, жена. У них дети есть, они какое-то время на дачу ездят, на природу, отдыхать куда-то ездят. Свингеры, короче. А? Нет. Нет, не свингеры, свингеры не путать. Я как раз тоже в статье это написал, первая строчка, не путать со свингерами. Я понимаю. Проходит время, и муж одной жены влюбляется в жену своего друга. Вот, видите. И они расходятся, естественно, расходятся со скандалами, там, начинаются, делешь детей, имущество. И получается очень интересная закономерность. Вот у меня четыре таких случая было. Вот эти брошенные создают семью, семью. Они женятся между собой. И вот как какие-то гулянки, пьянки, они все время рассуждают, что вот эти сволочи их предали, им там хорошо, они на канарах отдыхают, чтобы им пусто было. И вот эти брошенные почему-то умирают, почему-то погибают. И получается, что ты когда из себя излучаешь вот эти слова, энергию, что вот будь ты проклят, да? И вот те, кто бросил, живут более в шоколаде, чем тех, кого предали. И вот вопрос тогда у меня возникает. На несчастье близкого можно несчастье построить в таком случае? Ну, каждый ответит на этот вопрос по-своему. Нет. Это же, еще раз говорю, вот буквально там месяц назад я вот последнего друга такого похоронил. Вот у него жена, я говорю, поменялись с детьми, но там постоянно шла ненависть. Ненависть к тем, кто их предал, кто им изменил. А у тех все нормально. Родили, кстати, ребенка. Ну, как говорится, сверху, нам сверху видно все, ты так и знаешь, да? Как в той песне было. Там где-то все расставится на свои места. Дело в том, что сегодня мы живем в соответствии с той, это называется, прарабха-карма. То есть та карма, которую мы создали там ранее. Сейчас мы создаем нашу карму, которую мы, к нам это все вернется, это причинно-следственная связь. Так это переводится, это никакое не возмездие, это вот так. Что-то мы сделали, то и мы получили. Я все время привожу пример, очень интересный пример. Туда я этого не знал. Незнайка в солнечном городе. Очень много раз читал эту книгу, и там Незнайке дали волшебную палочку, потому что он совершил три хороших поступка. А потом у него забрали волшебную палочку, то есть она перестала работать. И он страшно удивился, как это так. Он считал, что ему постоянно, на постоянное пользование ее дали. А ему ответили, ну ты же этого превратил, чтобы ты стал этим козлом. Ну его и так далее. Или ослом точнее. Вот, понимаете как. Поэтому сегодня мы создаем эту карму, а то, что мы сегодня имеем, то мы и имеем. Значит, если мы на кого-то обижены, это означает, что мы когда-то, в прошлом, обижали кого-то. И сегодня нас обижают. Только и всего. Так трактует эта восточная философия, восточная культура. А соглашаться или не соглашаться, это дело, так сказать, наше. А вот Вероника Рудагина, еще раз прошу любить и жаловать, и Евгений Саяпин, профессиональные психологи, лицензированные психологи. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Все хорошо.